Всем привет, с вами снова Нагваль, и что-то давно у нас не было итогов прошедшей недели. После нескольких малоуспешных попыток как-то себя развлечь, чем-то занять в этой игре, я решил просто немного на неё подзабить. Ну и совсем чуть-чуть этому ещё и поспособствовало долгое отсутствие какого-либо нового контента в плане обновлений, неадекватное поведение локализатора, ну и как обычно, вечно падающие и лагающие сервера. И тут прям как снег на голову вылазит новость о том, что в честь распуска фракции Нур-Офи, наш локализатор планирует прямую видеотрансляцию с продюсером игры, где все активные участники, там игроки, волонтёры какие-то, что за волонтёры в Археич, не знаю, ну и блогеры, смогут пообщаться с командой игры, задать свои вопросы, поделиться мнением там, ну и знать, что там ещё ждёт нашу игру. А главное объясняют это тем, что изменения всегда требуют участия всех заинтересованных сторон. Да ладно, да неужели? Но на самом деле, как мне кажется, причина всё-таки несколько в другом. Насколько я помню, за всё время существования проекта, команде локализации игры было абсолютно насрать с высокой колокольни на мнение игроков по поводу каких-то там изменений в игре. Не, ну реально, изменения в игре касаются чисто распуска фракций. В каком месте мнение игроков, активных, неактивных, может повлиять как-то на это дело? Можно подумать, есть несколько разных вариантов, как можно распустить фракции, и вам интересно было бы посоветоваться с игроками, как лучше всего это сделать. Просто у них есть такая практика, когда начинает нарастать недовольство игроков в плане работы локализатора, вплоть до того, что начинается массовый отток игроков из проектов, то как раз-таки в таких случаях они и решаются на подобного рода встречи. Типа пригласим к себе в офис самых активных и популярных участников этого проекта, задобрим их, там раздадим им сувенирчики, там пофоткаемся и так далее, и типа всё будет нормально. Но во всяком случае, с проектом Revelation это прокатива. Если бы дело реально было в том, что изменения требовали бы участия всех заинтересованных сторон, то подобного рода встречи проходили бы как минимум раз в 3 месяца, когда устанавливался бы хоть какой-то маломальский крупный патч. Но к сожалению, мы подобного рода контакты наблюдаем только когда проект начинает загибаться. Ну да ладно, вернёмся к игре, и как вы уже поняли, 22 августа нас ждёт уже распуск пользовательских фракций, и в итоге останется только стандартный восток, запад и пираты. Причём в пиратах количество мест так и останется ограничено, что вызвало лютую бомбёжку у представителей некоторых зергофракций. Чисто моё мнение по этому поводу, то когда вводили эти в пользовательские фракции, то они по большей части испортили эту игру, в плане того, что все самые одетые, самые активные сбивались в одно большое стадо, особенно когда ещё работал трансфер, и подминали под себя весь сервер, превращая его в болото. Ну а все остальные, кто не попал под критерии вступления во фракции, либо просто не хотел, вынуждены были пользоваться минимальным контентом, который им остался. Хотя по сути, базовые фракции, восток и запад, они изначально и задумывались для того, чтобы в принудительном порядке на сервере было всегда как минимум две противоборствующие стороны. Причём это касается не только игры ArcheAge, во многих других проектах это тоже практикуется и вполне успешно. Так что решение разработчиков отказаться от пользовательских фракций, как по мне, должно положительно сказаться на игре. Да, какое-то время у людей побомбит, в плане того, что люди с востока и запада привыкли за многие годы играть вместе, а тут бац и теперь их разделили, ну что поделать. А что касается пиратов, то они изначально задумывались как фракция с кучей ограничений в качестве наказания для игроков. Ввиду того, что сейчас эти все ограничения были убраны и фактически пираты могут быть полноценной самостоятельной фракцией, то это ограничение всё-таки имеет здравый смысл, потому что если на сервере можно будет создать только одну пользовательскую фракцию без каких-либо ограничений на количество участников в ней, то приветствует процентное болото на каждом сервере. Ну может кто-то не согласится в плане того, что если ограничения не будет, то в пираты могут вступить две разные фракции и там они будут между собой воевать. Но как по мне, это была бы всё-таки бредовая затея, это вызвало бы ряд неудобств, там кто свой, кто чужой, все зелёные, нужно бегать в ПК режиме, кому товар кинули, кому-то не кинули, ну и так далее. Ну а что касается изменений в осадах, то я посмотрел на Корее, чё там и как поменялось, и если честно, положительных изменений я не заметил. Всё как и прежде, стоит в чистом поле какой-то камень и куча людей геноцидят друг друга ради того, чтобы иметь возможность вокруг этого камня построить каменный забор. Вот и вся суть осад в этой игре. Ну а на этом на сегодня всё, такие вот были итоги прошедшей недели, спасибо за просмотр, с вами был Нагваль, всем пока.